слушайте историю которая на мой взгляд вообще претендует стать телевизионной я не знаю почему этой истории не уделили внимание но может быть в будущем было бы очень здорово если прям про нее сняли передачу про эту историю в общем парень из города каменск уральский уехал учиться в екатеринбург историю мне рассказали на корпоративе корпоратив у организации которая занимается инженерной деятельностью там они проектируют какие-то системы там газоотведения газоподведения в общем инженеры и мы разговаривали кто где учился игре в упи учился там парень о я тоже в упи учился человек горит помнишь у вас гриппе такое такое было нет не помню не знаю он не рассказал в общем парень язык каменск уральского города уехал учиться в екатеринбург поступил в упи учиться все хорошо все в порядке это были какие-то знаете середина двухтысячных годов то есть где-то 2008 2009 вот вот по-моему вот какой-то из этих годов то есть эта история развивалась развилась и в общем то и произошла все простой парень учиться в упи нормально не двоечник не отличник такой прям 3 4 3 4 хорошо знакомиться с девчонкой девчонка была немножко необычная скажем так есть программа по я не помню как вы может быть если захотите найдете узнаете программа по обмену учащимися когда ученики студенты из америки из европы то есть из разных стран мира едут учиться в россию и из россии едут учиться тоже везде и это какая то есть государственная программа то есть могут в частном порядке да все мы знаем там олигархи дети олигархов там отправили в разные институты знаменитые европейские и так далее высшие учебные заведения а есть государственная программа то есть и вот по этой государственной программе студентка девушка приехала обучаться в россию в екатеринбург вупи это студентка она получается жительница америки и она представитель индейцев вот именно коренное население америки это индейцы но эта история какой-то не буду сейчас в историю вдаваться вот но узнаете из фильмов до ковбойцы там сражались с индейцами вот она получается как ну как индейка смешно немножко звучит то есть или не индианка индианка это кинди уже то есть она девушка индеец она не выглядит как индеец как мы в клипах думаем что там у нее перья лук там у нее ничего такого нету нормальная хорошая адекватная девушка приятной внешности может быть у нее какие-то пара тройка небольших индейских атрибутов были там браслет какой-то там может быть на руке там ей подарили вот то есть индейцы они сейчас в наше время уже давным-давно сколько-то там десятков лет столетий они не такие как мы их видим в фильмах что они там с луком со стрелок и краснокожие нет это нормальные люди американцы коренные им принадлежат то есть когда-то вся программа пошла то есть у индейцев исконно остались какие-то их земли и они чем сейчас занимаются они занимаются управлением своими землями потому что на их землях нашли и полезные ископаемые там и добывают разные значит нефть газ там что-то руду какую-то где-то может быть просто через их земли проходит то есть это они их работа основная это они выращивают какой-то скот но это хоть скорее как для хобби раньше что-то про индейцев рассказа в общем индейцы занимается грубо говоря таким семейным бизнесом в общем эта девушка она приезжает из америки учиться сюда учиться знакомиться с этим парнем то есть она русские достаточно неплохо потому что у них уже не первый год приезжали то есть русский выучила достаточно неплохо она приезжает сюда учиться здесь что-то какая-то профессия была связанная с химией то есть то ли химический факультет то ли что это не институт химии с химией физикой вот что такое значит она учится знакомиться с этим парнем начинают они встречаться дружить и они прям буквально там с конца первого курса дружат гуляют как парень с девчонкой все у них нормально потом она остается жить она как-то так вот этому парню особо не рассказ играет там у меня родители да у меня родители вот живут в америке там вот в этом в каком-то штате не помню даже вот я не вдавался в подробности какой-то штат где вот эти коренные индейцы живут занимаются там каким-то семейным делом вот так она сказала она сказала абсолютно не похвасталась она даже скрыла то есть я вам не буду рассказывать вообще сейчас не буду забегать вперед конечно хочется прям резко сказать что это такое выберем у скажите нам расскажу плавненько смотрите они все здесь дружат а получается она выходит за него в итоге замуж то есть они заканчивают институт все устраиваются в какую-то организацию где занимаются своей деятельностью по институте там что так это разрабатывают они какие-то там системы вот эти она получает гражданством российская она получает российское гражданство все в порядке они живут сколько-то лет единственное что а у них рождается сын все у них рождается сын и вот потом проходит лет 78 они получают они получаются ездили ездили в америку то есть встречались с родителями но не к родителям в гости в каком-то городе то есть каким-то своим друзьям они ездили пару-тройку расстрелять потом проходит какое-то время лет 78 то есть у них уже сын такой подрастает и короче говоря всплывает такая ситуация ее срочно вызывает папа туда в америку как-то очень срочно на буквально ближайший самолет все улетает а у нее двойное гражданство то есть она как бы и в америке что коренная может легко передвигаться и здесь в россии уезжает срочно в америку приезжает и в общем говорит у меня папа сильно сильно заболел ему в общем к сожалению жить осталось сколько-то мало времени нужно он очень просит чтобы мы приехали они приезжают туда причем приезжают куда-то в глубинку америки вот эти вот штаты где индейцы живут я не узнавал даже не знаю как они называются но какой-то штат там где прямо там пустыни горы там что-то и так далее но есть города они туда приезжают и рассказывают грубо говоря парень он узнает а этот парень он друг вот человека но товарищ коллега с которым у которого я корпоратив проводил по организации самого этого парня не было смотрите приезжают туда в америку и папа говорит секрет ну какой-то секрет не секрет он рассказывает вообще кто семья этой дочке за которую женился наш простой парень вот этот отец он вождь индейского племени ну то есть вот этой индейской диаспоры но грубо говоря индейской телефон считается немножко у меня надеюсь изображение не гулять он вождь вот этой индейской диаспоры то есть и получается у него нет сыновей у него нет сыновей индейская диаспора вот это вот они занимаются именно управлением своими землями им там платят платят денежку им значит перечисляют за то что на их территории находятся какие-то заводы на исконной земле которая им принадлежит который прижит огромный диаспоря там какие-то десятки сотни гектар много-много то есть сотен километров вот этой пустыне там и какая-то газовая установка добывает газ там и световые ветряные мельницы в общем это там и какая-то трасса проходит то есть американское правительство они за это за все им деньги перечислять и вот они проверку не какие-то свои стоят цвета эти панели солнечные то есть они добывают сами электричество то есть и вот отец он занимался управлением вот этим всем следил то есть достаточно ну нам по нашему то можно сказать что он олигарх на самом деле то есть он может быть среди американцев не олигарх мы все равно какой-то чекал кого на наши деньги то он скорее всего прям прям какой-то прям такой очень неплохой олигарх они скромные у них там нету каких-то дорогущих мерседесов они на старых на пикапах на хороших гонять но тем не менее вот он получается командир не знаю как это вождь их большой большой вот этой диаспоры и такая ситуация отец у него нашли какую-то болезнь очень плохую что не могут ее вылечить он переживает а по закону он может передать получается он может передать управление вот этим всем либо сыну либо получается мужу своей дочери у которой родился сын вот так вот а у него три дочери и у трех у двух дочерей это младшая дочка вот на которой парень женился а у двух старших дочек они вышли замуж и у них родились а а у них родились дочки понимаете вот у них родились дочки а индейцы чтут свои законы и вот по этой традиции раз дочка вышла замуж все официально не важно что она вышла за кого там за индейцы не за индейца это уже все без разницы за любимого человека вышла замуж и у них родился сын и поэтому они там строго то есть там прям строго не спрашивают можно не можно они тут бросают работу переезжают туда проходит это церемония как это вот я не знаю и этот парень становится вождем вот этого племени понимаете этот парень то есть ему передают его официально представляют что все он там сколько-то но это не сразу он там конечно проехали его все у него есть помощники консультанты там кто разбирается в тонкостях но тем не менее он конечно сам в них работы потому что он инженер он здесь в россии занимался этим и да ребята конечно я бы мог коротко рассказать либо наш парень наш российский парень уехал в америку стал там вождем огромного племени ну вот может быть было непонятно я вам рассказал как до меня ее донесли я прям не знаю всех тонкостей я на самом деле упустил сейчас многие моменты потому что я вспоминаю что мне человек рассказывал гораздо много много фактов он приводил я даже сейчас не вспомню эти факты в общем у него там есть помощники и так далее сама дочь знает все эти свадьбы свадебные игры я же свадьбы виду все эти индейские традиции индейские обряды все и этот парень сейчас живет в америке уже прошло где-то года полтора он за полтора года по моему один раз приехал в россию с родителями там повидался и так далее а вот приехал в россию и предложил родителям своим переехать туда к ним и они по моему собираются это делать потому что у них тепло у них там всегда тепло молодец парень забирает час родителей и уезжает жить туда в америку хорошая погода теплое море в общем вот такой смысл обалденно круто представляете человек жил закончил институт работал на хорошей работе учился учился хорошо старался здесь у него какая-то должность была прям хорошая он был каким-то прям ведущим инженером но тем не менее судьба судьба распорядилась так что он сейчас вождь большой вот этой инди индейской диаспоры от этого индейского племени он там все эти обряды прошел все эти посвящения и сейчас уже вот почти два года там полтора с лишним года живет в америке управляет вот этими и и заводы заводиками управляет землями ну то есть интересно на мой взгляд не обычно тут вот хоть прям найти бы конечно этого парня может быть у него взять интервью было бы очень круто но или вот связаться с человеком который мне рассказал и чтобы у него взять интервью чтобы он рассказал более витиевато ну конечно это может быть будет небольшое такое вмешательство в личную жизнь может этот парень на сайте говорят так они не афишировал уму скромный такой он не писал там в соцсетях в инстаграме он там нигде в контакте не выкладывал что и вот я в америке вот я стал вождем это их такой ну вот семейное дело я имя конечно знаю его имя я даже знаю про племя вот неправда при а называется племя в пройдет это индейское племя на не буду прям давать такую информацию потому что по идее это как бы не очень хорошо рассказывать про кого-то вдруг человек сам хочет про себя но в общем то вот так можно узнать любой человек своей жизни может в корне молниеносно поменять поменяться судьба и он вдруг из простого инженера до из простого человека вдруг станет либо индейским вождем либо может быть каким-то шахом падишахом ребят ну вот такая вот обалденная история мне ее в декабре рассказали я просто жене рассказал ее вот недавно при случае супруга говорит суши круто горит от ты расскажи кому-нибудь еще я грудова я видяшку вообще запишу вот такая ребят история всем отличного настроения